Всем привет! 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 Вышла, потому что обещала рассказать, как всё прошло. Сегодня мы ездили на нашу кухню, Muscle Factory Kitchen. Кормили сегодня наших, как я говорю, наших детишек из проекта «Теперь ты в теме 2». Сегодня мы готовили сатэ из индейки, блинчики и желе. И всё это низкокалорийное и диетическое. Выпуск будет в четверг. Сможете посмотреть, что мы готовили. Это всё также можно посмотреть в нашем приложении MF Kitchen на айфоне либо на андроиде. Голени индейки диетический ли продукт? Ну, не настолько диетический, как грудка индейки, но тем не менее, если обрезать все жирочки, то вполне себе ничего. Я занимаюсь в зале «Гоу Джим Динамо». Вакуум недавно... Спасибо большое вам. Спасибо огромное за приятные слова. Спасибо. Вакуум показывала уже не раз. Ну, и трансляция была в Перископе. И недавно снимали на ТВЦ. И это есть... В интернете есть. То есть, у меня на странице есть ВКонтакте. Вот. Я вообще подумываю, может быть, мне просто себе на канал записать, потому что очень регулярно спрашивают. Я вообще, честно говоря, свой канал не веду. Ну, то есть, у нас канал... Наш проект «Тело время» на канале Андрея, моего мужа. Вот. А свой канал я не веду. Но, наверное... Не то, что, наверное. Уже давно стоит. Просто пока времени не было. Жиросжигатель... Да, с Оксаной Самойловой, кстати, тоже делали вакуум. Жиросжигатель я не пью. Так. Так. Как относитесь к семье Клоклах? Потрясающе. Замечательно. Очень хорошо к ним отношусь. В Смоленскую область пока что не собираемся. Пока что... Ой, всем привет, да. Что вам еще рассказать? Задавайте вопросы, я немножко поотвечаю, насколько смогу. Потрясаю. Извините, буду кушать. Извините. Угу. К супам. Нормально отношусь, но ем редко очень. Ну, иногда бывает. Ну, я не считаю, что это... Спасибо большое. Угу. не считаю, что это необходимый продукт в рационе. Ну, за исключением того, когда, например, у человека гастрит, тогда супы очень даже неплохо идут. Так, кушаю я гречу. Сейчас кушаю гречу. Вот, обычно. Мюсли не кушаю. Только самодельные. Это геркулес и, например, сухофрукты какие-то с низким гликемическим индексом. Сегодня у нас насыщенный рабочий день, поэтому Андрей именно сегодня не тренируется. А так он тренируется два раза в день. Сегодня он еще забирает нашу Софийку, дочку. Она сейчас у родных находится. А я сейчас буду работать по нашим с ним темам, проектам. Вот. Как раз доработаю к тому моменту, когда они вернутся. Ну вот и с вами немножко пообщаюсь. С Софийкой сейчас выходить в перископ тяжело. Не углядишь, как она уже на другом конце квартиры, магазина или улицы. Сейчас она очень быстро бегает и активно убегает от меня. Так, с книгой. Ну, она уже готова, эта книга. Давно, в общем-то. Спасибо большое за приятные слова. Книга давно готова, просто есть некоторые трудности с ее выпуском. Хочется же все сделать красиво. Вот. Поэтому пока ждем. Софийка у родных. Я тут видела вопрос. По поводу программ питания тренировок, консультации, пишите мне на мейл. Он указан в профиле перископа. Либо вконтакте сообщение пишите. Вот. Но в ближайшее время я не принимаю. У меня сейчас много съемок, много поездок. Это выставки всякие, это семинары и так далее. Второго ребеночка пока что не планируем, потому что слишком много работы. Не получается. С одним еще можно ездить. Ну, тем более, у нее уже возраст такой нормальный. Я его приучила. Она со мной по делам очень часто ездит. Там и даже с отцом может съездить. Там машину, например, помыть. Вместе они ездят. Там еще там магазины какие-то, еще что-то. Кто со мной, например, на консультацию может ездить. Я выбираю, как правило, места, в которых есть детская комната. Вот. То есть с ней еще можно работать. А второй ребенок, это все-таки на какое-то время выключаешься ты из рабочего графика. С Софикой я начала. Ну, плакса. У всех плаксы. У меня тоже плаксы. Их надо просто с самого рождения приучивать к своему режиму, к своей жизни. Не под ребенка подстраиваться, а ребенка под себя. Тогда все будет хорошо. И это все реально с любым ребенком. Вот только зависит от родителей. Так, читмилы у меня бывают, но достаточно редко. Спасибо. Ну, у меня как такового сейчас макияжа особо нету, но, видимо, что-то что-то симпатичное сделала. Для волос кератин только делаю. Волосы не крашу, никогда не красила. Цвет мой. Кератин делаю. У меня одно время было ужасное состояние волос, и вот я регулярно делаю кератин, и мне очень нравится, очень все круто выглядит. Ну, как мне кажется. Так. Спасибо огромное. Спасибо. Так. Привет, привет. Что задумался? Что задумался? Сколько орехов, сухофруктов можно в день, спрашивают. Вообще, сколько всего можно в день? Нет универсального ответа на этот вопрос. Это индивидуально. Ближайшие семинары. Так, ближайший у меня Минск, Беларусь. Сейчас скажу даже, когда. Минск будет. Это не ближайшая, я вру. Ну, поездки я скажу. Ближайшая поездка это Кувейт, Дубай. Это 22-28 марта. Затем у нас Германия, ФИБА, выставка, 7-10 апреля. Затем у нас Так. Затем 15-17 Минск и 30-е Это я уже приапрель говорю. 30-е Краснодар. Так. У меня несколько образований. Я уже, кстати, не раз об этом говорила и даже писала. Два высших. не связанных со спортом, а также дополнительные связанные со спортом. Одно высшее связано со спортивным массажем. Точнее, медицинским. Вот. Ну, в общем-то, их много. Ой, Сахарочек, привет! Я первый раз твои сообщения вижу, до этого не видела. Они очень вообще быстро летают, ваши сообщения, так что вы не обижайтесь, что кому я не успеваю отвечать. Так. Про спортпит видео нету, но у меня есть статья. Ну, правда, про спортпит на этом самом, при беременности и грудном вскармливании. Ну, потому что про спортпит вообще очень много информации, я просто не посчитала нужным со своей стороны что-то говорить, особенно учитывая то, что про спортпит я знаю много, но я сама его не принимаю. Кроме витаминов я ничего не пью, поэтому об этом много говорить и не люблю. почему Андрюха так странно... А, и он задумался, просто засмотрелся, не обращая внимания. Витамины я пью сейчас санфилгуд. Где я делаю кератиноброви? Про кератин я как-то писала, может, еще напишу, про мастеров, которых я могу порекомендовать, но которым я хожу. Вот. По бровям, ну, я сейчас не скажу, это у меня нет контактов и так далее, это в определенном месте находится, я просто езжу и все. То есть у меня нету ссылки на человека. Просто мастер Оксана вам это ни о чем не скажет. Спасибо большое, ребята. Горшку еще, извините, не приучены, но ну так, потихонечку, то есть периодически, не на постоянной основе. Как я все успеваю? Да сама не знаю. Это завелась как-то? Господи, что за бред вообще? Как-то завелась и не могу остановиться. спасибо. Да, психологию увлекаюсь. Есть немного. привет, привет, привет всем. Почему Андрей не отвечает на вопрос в перископе? Да, Андрей вообще редко выходит в перископе, и он отвечает. Когда выходит, тогда отвечает. Ну ладно, ребят, пойду я есть. Дальше что-то мне немножко неудобно стало. Перед вами есть. Вот. Всем спасибо, кто смотрел. Может еще увидимся. Ну, я думаю, что уже не люблю просто так выходить на самом деле. Люблю только с темой выходить. Поэтому как тема появится, так я и выйду. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok